В этом дне и радости боль. 9 мая трои курян будут участвовать в праздничных парадах в Москве и Севастополе. Они прошли отбор во всероссийском конкурсе «Послы Победы». Свои заявки оставили 4000 волонтеров со всей страны. И только 200 из них будут помогать в организации Великого Дня. Как сделать так, чтобы тебя заметили, узнала Ольга Еремина. Волонтеры Победы для меня не просто слова, а реальные действия. Я считаю, что поколения должны осознавать важность тех страшных событий и чтить память тех, кто сражался за Великую Победу. Анастасии Шаховой всего 20. Она уже делает мир лучше. Волонтером стала в 2015 году. Участвовала в Бессмертном полку. Сплоченность, бесконечное чувство гордости и признательность героям войны настолько впечатлили девушку, что теперь она старается посещать как можно больше таких мероприятий. Мы поздравляем ветеранов, ходим к ним перед праздниками. Также, если им требуется помощь, то мы приводим туда волонтеров, тоже помогаем, общаемся с ними. Я не скажу, что работать с ветеранами это сложно. Для меня это очень трогательно, это очень здорово, потому что общение с ними не сравнится, наверное, ни с чем другим, потому что в них столько энергии, столько силы. И для меня одно удовольствие общаться с ветеранами. И я знаю, что им тоже нравится общаться с молодежью. Акция «Георгиевская ленточка», показы фильмов «24 кадра Победы», «День неизвестного солдата» и многое другое. Проделанная за два года работа помогла девушке стать участником парада в Севастополе. Там волонтеры будут находиться с 5 по 11 мая. Нас будут знакомить с ветеранами, с различными известными людьми. И говорят, что программа будет очень насыщенная и очень увлекательная. 9 мая от нас будет требоваться сопровождение Парада Победы. Мы будем контролировать движение людей, само мероприятие. Погулять по старым улочкам, посмотреть исторические памятники и проникнуться атмосферой города-героя. Вместе с девушкой в Севастополь отправится Тимур Кайчирян. Ребята с незрпением ждут поездки, ведь это, в первую очередь, возможность внести свой личный вклад в День Победы. Ольга Еремина, Андрей Дегтярев, телеканал СЕИМ.